Ленинский мемориал Лидия Геннадьевна Ларина Здравствуйте, Лидия Геннадьевна Добрый день Когда состоится открытие концертного сезона в Ленинском мемориале? Мне бы хотелось поприветствовать всех ваших зрителей Сказать им о том, что прекрасный портал, который, правильно? Да Обращаюсь к вам Который, по-моему, нашел очень интересную тему для собеседования Когда приглашаются гости Когда мы в таком реальном режиме времени узнаем то, что находится То, что совершается, творится в наших учреждениях культуры Конечно, Ленинский мемориал не исключение Филармония, а мы говорим, что филармония была, есть и будет Открывает свой 74-й концертный сезон А Ленинский мемориал, он такое предприятие, которое не останавливается ни на один день И, конечно, вот заканчивая лето Мы говорим, что та программа, лето с Ленинским мемориалом Она пользовалась и, на мой взгляд, и на взгляд зрителей, которые приходят к нам на наши программы Она действительно очень интересна Потому что люди в свободное время, с своей семьей Имеют возможность в летнем таком пространстве Открытом пространстве, как у нас очень много сейчас Это популярно говорить, open air На открытом воздухе Имеют возможность слушать классическую, народную, джазовую музыку духового оркестра И это очень важно Очень хороший проект И синтез, который мы соединили с нашим музеем Музей, который требует трепетного к нему внимания, отношения И давайте по-настоящему, скажем, возрождение интереса к теме Понять, как можно представить не просто имя Ленина А как можно понять, как рождается гений Гений рождается в семье Как зарождалась семья Как она развивалась Какое образование получали дети Какой был быт того времени И как вообще развивалась интеллигенция именно Симбирской губернии Для нас это очень важно Ведь Ленинский мемориал, он стоит на той самой первой улице нашего города Город, который, в общем-то, имеет славную традицию, историю И следующий год 370 лет Мы трепетно ждем этого Потому что у нас готовится очень много программ к юбилею города И вот та самая улица Стрелецкая На которой находится не только Ленинский мемориал Но и мемориальные наши дома Квартира музей Ульяновых Дом, где родился Владимир Ульянов Вот это та самая улица И этой улице будет посвящено Много тематических экскурсий прежде всего И, конечно же, музыкальных программ Мне сегодня особенно приятно и важно говорить о том Что наступает время обновления Обновления, как в природе происходит Обновления происходят и в программах наших творческих коллективов прежде всего И вот тот сезон, который мы открываем Концертный сезон в сентябре Это такое традиционное время открытия Когда мы первую половину сентября проводим прелюдию Это такое музыкальное красивое название Которое действительно говорит о том Что есть возможность познакомиться с каждым коллективом В формате такого очень популярной музыки общения И понять о том, что весь сезон можно провести Именно в такой хорошей творческой компании наших артистов А вот я перебью вас Прелюдии, они будут на открытом воздухе Или уже в помещении будут? Они, формат их предполагается Как открытый уличное пространство Но мы немножко в этом году с вами Этим летом были немного ограничены В своих действиях именно в связи с погодными условиями Поэтому многое нам приходилось в большей степени даже отменять И это была прямая установка того, что раз нет погоды Значит, мы в этот раз по концерт переносим Что касается прелюдии, то прелюдии как раз рассчитаны И на улицу, и на внутреннее пространство Вне концертного зала Так часто делают во всей Европе Когда оркестр перед концертным залом Это, как правило, большое, огромное фойе Когда люди в реальном режиме времени В живом таком звучании В близком территориальном взаимодействии с оркестром Могут видеть, общаться, задавать вопросы И музыкантам, и дирижерам И, в общем-то, для себя, повторюсь еще раз Понять и принять то, что следующий сезон Они готовы провести вместе с нами На территории Ленинского мемориала Потому что эта площадка Это центральная площадка города Именно нахождение в самом городе, конечно же И по многочисленности тех разнообразных программ Которые вообще проходят на большой сцене Ленинского мемориала А день, когда будет открытие сезона Вы знаете, мы идем всегда в субботние В субботу мы приглашаем В субботу это у нас день классической музыки И традиция есть традиция И вот не исключение 24-го, 3-го, 23-го числа В субботу, 23-го сентября Мы открываем наш 74-й концертный сезон Открываем мы его ульяновским симфоническим Государственным академическим оркестром Губернаторский дирижер Олег Зверев И приглашенный солист Солист Московской филармонии Юрий Фаворин На мой взгляд, уникальная программа Ждет наших слушателей, любителей музыки Классический первый концерт Петра Ильича Чайковского Праздничное, праздничное начало Очень так знаменательно Поскольку этот год Этот творческий сезон Для губернаторского будет юбилейный Да Мы хотели бы Своими концертами Своими мероприятиями Вокруг концерта Вокруг оркестра Которые будут проходить Все-таки подчеркнуть Что давайте так Есть у нас достояние Достояние Сибирской губернии Достояние города ульяновской Есть места, где мы любим отдыхать Есть места, где нам важно быть Потому что они связаны Я не знаю С жизнью нашей семьи С жизнью наших детей И родителей Но мы должны понимать Что в нашем городе Есть драматический театр Который отметил Не так давно юбилей 230 лет Мы должны гордиться тем Что у нас есть вузы Высшеучебные заведения Которые тоже Прокладывают некую дорогу К тому, что когда человек Рождается, он получает Классическое образование Образование не может проходить Без культуры И поэтому Когда мы сегодня говорим Мы говорим, что в городе Уже 50 лет Существует симфонический оркестр Когда-то созданный На базе выпускников Московской и Ленинградской консерватории И поэтому сегодня Да, мы понимаем Что у нас есть молодое поколение Которое приезжает И хотело бы работать В этом прекрасном коллективе Но у нас есть и люди Которые со дня основания Фактически работают В нашем оркестре У нас есть творческие династии И поэтому Вот те самые мероприятия Которые будут проходить Вокруг оркестра Они будут очень интересны И интересны прежде всего Для людей Которые понимают Что творят музыку Это те же самые люди У которых Также есть Очень много всего интересного Кроме того Что они великолепно Владеют своим музыкальным инструментом А оркестр будет Как-то пополняться Там обновляться Мне бы хотелось сказать Что вот не так давно В конце концертного сезона Мы встречались С Сергеем Ивановичем Морозовым Именно с симфоническим оркестром Где конечно же Губернатор Как губернаторский коллектив Несет некую ответственность За тот коллектив Который несет такое громкое Важное имя губернаторское И поэтому конечно Много было высказано Пожеланий, предложений Обновлений И одно из таких обновлений И предложений Это конечно же Чтобы в оркестре Появлялись талантливые Молодые люди Со всей страны Появлялись молодые Талантливые Выпускники Консерватории Которые Родились в городе Ульяновске На время Покинули этот город И могли вернуться В наш Симфонический оркестр Это талантливые люди Которые Живут и работают На территории Ульяновской области И могут приезжать И работать В Ульяновском Государственном Симфоническом оркестре Даже не находясь И не проживая В городе Ульяновске И поэтому Сегодня мы Объявляем Действительно Такой Конкурс Конкурс Вакантных Должностей С Высоким окладом Оплаты труда Но здесь есть Маленькая особенность Чтобы Быть достойным Высокой оплаты труда Чтобы быть Артистом Ульяновского Симфонического Оркестра Здесь есть Одно Очень важное Условие Условие Это концертная Программа Которая будет Исполнена Претендентами Которые Приедут В наш Город И вот Мы объявляем Такой конкурс Всероссийский Конкурс Как долго Он будет Детей Этот конкурс Как практика Показывает Во всех ведущих Симфонических Оркестрах Открывается Определенно На один месяц То есть Это октябрь Ноябрь Когда мы Открываем Возможность А дальше Мы смотрим Какое количество Людей Заинтересовалось Если они Заинтересовались И готовы Приехать Чуть позже Прослушаться Значит Делается Определенно Еще один месяц Когда проводится Дополнительно Прослушивание В госоркестр А зарубежные гастроли Оркестра будут Я вот помню В Японию Они собирались Ну мы уже Находимся На стадии Реализации Этого проекта Следующим образом У нас Приобретены Билеты Вот У нас уже Забронирована Гостиница У нас Продаются Билеты У нас Будет Шесть Концертов По городам Таким Достаточно Большим Префектурам В Японии Вот Многие из концертов Уже давно Проданы Поэтому Здесь Здесь Как бы Все уже Все уже решено Предопределено Если не будет Каких-то Катаклизмов В мире Природы И политики То я думаю Что мы В ноябре месяце Оркестр Будет блистать На Это Считается Лучшие сцены И по акустике И по вместимости Действительно Одни из лучших Залов Конечно Европейские И азиатские Это конечно Японские Залы Вот И надеюсь Что То что задумал Сергей Иванович Морозов Это Дни Ульяновской области Они Каким-то образом Будут Состыковаться С нашими Гастролями То есть Весь ноябрь Или сколько-то там Нет Оркестр Будет находиться Десять дней На территории В начале ноября Да В начале ноября Что еще Ожидает Поклонников Музыкального Искусства Осенью Вы знаете Начнем с осени Мы Как все говорят Замахнулись На Шекспира И мы понимаем Что если Не привозить В город Исполнителей Не привозить В город Коллективы Которые Блистают На сценах Мировых сценах Прежде всего То Движения Никакого Не будет Вперед Это и движение Для наших артистов Это движение И для В масштабе России Потому что Город Ульяновск На карте На сегодняшний день Карте Это тоже Одно из Любимых мест Выдающихся Артистов Исполнителей Как инструменталистов Так и вокалистов Поэтому мне бы Конечно Хотелось Сказать о том Что ноябрь У нас Такой Достаточно Сложный Месяц Когда мы Несмотря на то Что оркестр Выезжает на гастроли У нас будет Программа Интересная программа Когда у нас Приезжает Две Удивительные Удивительные Наши Солистки 9 до 9 ноября У нас приезжает Ольга Кабо И Нина Шацкая Нину Шацкую Мы знаем Достаточно Давно Потому как У нас с ней Давно Велись Переговоры Она вообще-то И джазовая Певица И я думаю Что у нас Будет очень хороший Такой Диалог Вместе с нашим Ульяновским Симфоническим Оркестром Мы ожидаем Балет Московский Балет И солист Андрей Меркурьев Это солист Большого Театра Мы тоже Долго Вели Переговоры Эта труппа Выезжает Такой Длительный Гастрольный Тур Но именно Солист Большого Театра Приезжает Именно К нам В город Потому что Он не попадает На весь Тур Достаточно Такое Серьезное Его Вхождение На одной Из главных Ролей Ну Очень Приятно А кстати Я слышала Японский Еще Музыкант Да Дело в том Что При проведении Переговоров С японской Стороной Это Такое Есть Такое Есть Правило Когда Наш Оркестр Принимает Страна Японии А мы Принимаем Обязательно Со стороны С той Стороны Исполнителей Поэтому Это На мой Взгляд Как раз Есть Момент Ну мы Все знаем Что у нас С вами Год 17-й год Это Год Дружбы Японии И России И это Все Конечно же Не случайно Поэтому Мы Принимаем Японскую Исполнительницу На скрипке Такая Уникальная Девушка Которая Приедет И которая В принципе В туре Будет принимать Участие Как солистка На больших сценах Здорово Но Ленинский Мемориал Это не только Концертная Деятельность Это еще и Выставочная Деятельность Вот Что Ожидается У нас Осень Давайте Осенью Будем говорить Пока Осенью Мне бы Хотелось Сказать Что Ленинский Мемориал Именно Еще и Как Музей Музей Имени Владимирича Ленина Дал Такой Старт И В летние Месяцы Мы Как-то Немножко Переформатировали Нашу Программу И Сделали В разбивке Каждый Час Полтора Часа Мы сделали Экскурсию Мы делали Посещение С экскурсией И поняли Что мы В общем-то Не знаю Попали в какую-то Такую Удивительную Волну Желаний Когда К определенному Времени Люди Приходят Покупают Билеты И они Понимают Что Сейчас Пойдет Группа Экскурсионной Группы И Вот Таким Образом Вот Движение В летнее Время Оно Было Такое Достаточно Насыщенное Мы Хотим Оставить Эту Практику Не Повышая Количество Стоимости Билета Тем Не Менее Предложить Экскурсионное Обслуживание У нас Очень Много Талантливых Молодых Опытных Люди Которые Уже Очень Долго Работают В Ленинском Мемориале Экскурсоводов Как правило Конечно Каждая Экскурсия Тематика Может быть Задана Одна И Особенно Когда Ведут Обзорную Экскурсию Но Так Или Иначе Каждый Научный Сотрудник Вкладывает Нотки Штрихи Своей Собственной Поэтому Не могу Не говорить О том Что Каждая Экскурсия Это Авторская Экскурсия И Мы Каждый Раз Принимаем Огромное Количество Людей Вот И Очень Приятно Что Интерес Есть И Люди Когда Приезжают Особенно С разных Городов России Это Тоже Особенно Трепетно И Очень Важно Для Нас Вот А что Касается Ближайшего Времени То Конечно же Пластовская Осень Которая Будет У нас В рамках Форума Международного Форума И Ленинский Мемориал Не только Это Площадка Которая Принимает Основные События Международного Форума Но Ленинский Мемориал Это Партнер Который Готовит Готовит Содержательную Площадку И На наш Вгляд Вот То Сотрудничество Та Дружба С Уникальным Человеком Александр Харшак Который В прошлом Году Именно В этом Году Точнее В 17-м Году Подарил Нам Графические Полотна И Вот Была Задумка Что Именно Пластовскую Осень Мы Осуществляем Показ Показ Этих Работ И Выставка У нас В общем-то Называется Во имя Революции Конечно Это же К столетию Революции Целый Месяц Жители И гости Города Могут иметь Возможность Быть Именно На наших Мероприятиях Мы Пробовали В прошлом Году Когда Проходили Концерты Особенно Мир Эпох Именно Мы Предлагали Всем Нашим Гостям Концертов Посетить Экскурсию Экскурсия Которая На территории Большого Концертного Зала Мы Вводили Такой Проект У нас Было 75 Раритетов Мы Продолжаем Коллекция У нас Большая 94 4 тысячи Экспонатов Поэтому Я думаю Что это будет Очень интересно И Зрителям Удобно Люди Которые Приходят Они будут Знать Что В билете Будет Обозначено И В таких Информационных Листах Маленьких Афишках Будет Написано Что Перед Концертом Будет Проводиться Небольшая Экскурсия Прямо На территории Большого Концертного Зала Где Может Быть Один Экспонат Где Может Быть Авторская Действительно Хороший Проект Который Был Придуман И Мы Его Очень Бережно Храним Это Великие Лучшие Люди Сибиряне Которые Рождены Были И Рождаются И Те Их Портреты Которые Попадают Именно К нам На выставку Вот Именно Оживить Эти Портреты Ты можешь Гордиться Не только Понимая Что Неужели Эти все Люди Были Когда-то В этом Городе Да Они были Они Работали Они Творили Но Идея В том Что Нужно Рассказывать Об этих Людях Рассказывать Напоминать Говорить Чем Они Занимались Или Это Люди Науки Или Это Люди Спорта Люди Культуры И так Далее Лидия Геннадьевна Вот еще Многие Ульяновцы Интересуются Сейчас Вокруг Ленинского Мемориала Такое Отступление Небольшое Есть Ограждение И Появилось Еще Что-то Какие-то Строения Вот Об этом Расскажите Не мешает Ли деятельность Мемцентра Вот это Ограждение Что это Такое У вас Знаете Поскольку Мне Так По долгу Службы Приходится Все-таки Не в кабинете Находиться А Достаточно Много Путешествовать Путешествовать Потому что Территория Настолько Огромная 25 25 тысяч Квадратных Метров Поэтому Очень много Мы Все Перемещаемся Вот И На улице Когда я на улице Нахожусь Вокруг здания Почему Потому что Действительно У нас ведутся Работы Мы знаем Что Мы все Готовимся К 150-летию Владимирича Ленина И мы Не исключение Мы понимаем Что К зданию Нужно Относиться С вниманием Здание Разрушается Со временем Его нужно Ремонтировать Его нужно Реконструировать А прежде чем Проводить Какие-то Серьезные Ремонтно-реставрационные Работы Всегда ведется Предподготовка Вот такая Предподготовка Была принята На уровне Правительства Выделены Средства И сейчас Идет Большое Техническое Полное Обследование Ленинского Мемориала В декабре Мы получим Документацию И Параллельно Перейдем В ремонтные Работы Вот и все А 150 лет Это уже Через два года Да Совсем Немножко А все По-разному Кто-то Давайте так Честно Спекулирует На этом И поэтому Страсти Такие Приезжает Не так Давно У нас Приезжала Большая Группа Вьетнамских Товарищей Почему Потому что Это был Действительно Такой Деловой Политический Визит Где Было Огромное Количество Людей Это Именно И научные Сотрудники И сотрудники Службы Безопасности Мавзолея Хошемина И вот Здесь Как раз На стыке Интересов Двух Лидеров Лидеры Которые В общем-то Так Сказать Являлись Властелителями Мира Давайте так Говорить Что это И Мао Цзэдун Китайская Народная Республика Поэтому И У нас Рождается Новый Проект Такой Международный Где Мы будем Рассказывать Люди Которые Изменили Мир И Конечно Это Лидеры Разных Стран Вот У нас В скором Времени Будет 200 лет Карлу Марксу Вот Мы будем Праздновать Это тоже Одна из тем Поднятие Именно Немецкой Темы И ведение Переговоров С немецкой Стороной С музеями Германии Вот А в октябре 25 октября Мы открываем Выставку Одного Из соратников Мао Цзэдуна Лю Шоу Цзэ Это Такой Тоже Очень Крупнейший Международный Проект Где мы ожидаем В общем-то Представителей Посольства Китая Мы ожидаем Родственников Именно Лю Шоу Цзэ Которые Живут Часть из них Живут В России Потому что Так получилось Что Когда были Репрессии Именно в Китае Они были Вынуждены Найти Такое Может быть Даже Политическое Убежище Тогда В советском В России И тогда Корни И Вот эта Связь Россия И Китая Достаточно Очень тесная На мой взгляд И культуры У нас С одной стороны Разные И музыкальная Тематика Разная Но Как Китайцы Как Вьетнамцы Реагируют На нашу Классическую Музыку Так и мы С большим удовольствием В свою Программу Включаем Произведения Китайской Музыки И конечно же Вьетнамской Музыки Но Мы Видите Как Достаточно Очень много Сейчас Ведем Переговоров Потому что Япония Это уже Япония Китай Мы понимаем Что Это будет Следующий год 19-й год О котором Мы сейчас Ведем Переговоры И не только С музыкальной Стороны Но и прежде всего Конечно Межмузейная Деятельность Она Настолько Интересна Настолько Привлекательна И поэтому Мы все Понимаем Что не так Давно Правительство Ульяновской Области Были Во Вьетнаме И там Будет Открываться Памятник Ленину Но Помимо Памятника Там есть Действительно Уникальные Моменты Которые Очень Интересны Именно Взаимоотношениям Именно В ноябре Месяце Во Вьетнаме Мы договорились Что Именно В ноябре Будет Презентация Этого Фильма Не только На территории Вьетнама Но и на территории России В городе Ульяновске Интересно Посмотреть Ну Наверное Самое Такое Яркое Событие Творческого Сезона Это Уже Много Много Лет Происходит Мир Эпоха Имена Такой Культурный Музыкальный Форум И вот Что нас ждет В этом Сезоне Какие имена Мы услышим Увидим Что будет Происходить В рамках Этого Культурного Мне бы хотелось Сказать Что Фестиваль Он Всегда Проводился Следующий Фестиваль У нас Уже 56 И повторюсь Еще раз Это один Из старейших Фестивалей В России Таких Порядком Трех Фестивалей Есть Нижний Новгород Это Фестиваль Имени Сахарова Вот Ну собственно Говоря Все остальные Настолько Молодые Вот Что им До нас Еще Очень Очень Далеко Хотя Недостаточно Именитый Фестиваль Мацуева Фестиваль Юрия Башмета Который Проходит В Сочи Ну Это Хорошая Традиция Фестивальная Классическая Фестивальная Но мы Понимаем Что Наш Фестиваль С каждым Годом Он Конечно Не просто Набирает Обороты Большое Количество Зрителей Но Мы понимаем Что Интерес Существует И вот эти Две недели Невозможно Предложить Все Всю палитру Музыки Где есть Джаз Где есть Орган Где есть Камерные Концерты Уникальных Исполнителей И Вокальные И русские Народные И мы Понимаем Что Одни из Концертов Это Конечно Концерты Духового Оркестра И На сегодняшний День Было Принято Такое Решение Но Оно Конечно Связано С Симфоническим Оркестром И его С юбилеем Потому Что Мы Понимаем Что Юбилей Нашего Оркестра 18 Год Именно 15 Апреля И Поэтому Старт Даем В марте 3 Марта Закрывать Фестиваль Мы будем В апреле Поэтому Вот Две Недели Три Недели Четыре Пять Шесть Недель Мы Будем Давать Огромное Количество Концертов Разнообразных Концертов Где Конечно Будет Наш Симфонический Оркестр Где Будет И Постановка Оперы Где Будут Интересные Выдающиеся Солисты Мирового Уровня С которыми Мы провели Переговоры И уже Заключили Договоры Вот Но мне бы Хотелось Сказать Что На прошлой Неделе У меня Были Переговоры В городе Казани Где мы Встретились С главным Оркестром Татарстана Вот Это Один Из лучших Сейчас Мировых Таких Брендов Классической Музыки Которые Рядом С нами Находятся И Вот С Александром Сладковским Приняли Такое Вот На мой взгляд Хорошее Хорошее Такое У нас Может быть Получиться Хорошая История Когда Оркестр Татарстана Принимает Участие В Нашем Международном Музыкальном Фестивале Поэтому Мы Его Пригласили Мы ждем Это будет Один из лучших Один из лучших Концертов Конечно Мы ожидаем Не создателя Но человека Который Очень много Время Посвятил Созданию Становлению Развитию Этого Коллектива Да Николая Алексеева Вот Это тоже Очень важный Момент В жизни В жизни Города В жизни Общественности Мы тоже Ожидаем Его приезд Вот Ну Остальные Имена Мы пока Не будем Говорить Очень много Иностранцев Очень много Русских Выдающихся Исполнителей Которые Находятся В основном Только На зарубежных Сценах Они все Будут у нас В городе Будем с нетерпением Ждать Но впереди Еще Новый год И как я знаю Вы уже готовитесь К нему К Новому году Мы все готовимся Вот Новый год Это особое Событие И мне Хотелось Сказать Что Вот та традиция 31 декабря Когда играет Камерный Симфонический Оркестр Почему Он был Камерный Потому что Всегда Большой Симфонический Оркестр Выезжал На гастроли В этом году Мы едем Чуть раньше Поэтому 31 числа Мы будем Находиться Здесь В Ульяновске У нас будет На мой взгляд Очень такой Фееричный Концерт Который Мы предлагаем Всем нашим Зрителям В большом Концертном Зале Мы никогда Не работали 31 числа В большом Концертном Зале Обычно Это был Зал Филармонии Нашей любимой Филармонии Которые На сегодняшний день Также Ведутся Ремонтные работы Они не останавливаются Укреплен фундамент Это я просто хотела Сказать Потому что Все всегда Задают Одни и те же Вопросы Все идет Под контролем Конечно же Губернатора Поэтому Следующий год Будет финансирование Значит Работы будут продолжаться Сегодня Поменяли Фактически Всю кровлю Укрепили Полностью Фундамент Разобрали Старые стены Возвели Новые То есть Ну так Достаточно Серьезно Подошли К этому зданию Чтобы Самое главное Сохранить Здание Культурного Наследия Это Самое главное И возвратить Его Вот именно В первозданности Как камерный зал Органный зал Мы все ждем Моменты Когда Мы сможем Снять саркофаг И наш орган Фирмы Ойли Зазвучит В своем Так сказать В всем Великолепии Разнообразия А что касается Детских программ И именно Детского Детского Нового года То Мне бы хотелось Сказать Что Алексей Храпсков Такой талантливый Молодой актер Драматического Театра Талантливый Режиссер Талантливый Сценарист Предложил Такой Творческий Проект Где Хотелось Поднять Тему Не просто Сказки Это будет Такой Музыкальный Мюзикл С участием Симфонического Оркестра Давайте Так Что Говорит Что Живая Музыка Она действительно Будет живая Будут Все музыканты Присутствовать На сцене Будет Установлен Большой Помост И На мой взгляд Музыка Дунаевского Она будет Просто Украшать То действие Которое Будет проходить А сказка Наша Будет называться Мэри Поппинс С Новым годом Здорово Так что Всех ждем Родителей И детей И подарок Родителям Будет Обязательно Потому что Это будет Очень красиво Все Саундтреки К этому Фильму Нашему Российскому Фильму Который Был поставлен На музыку Максима Дунаевского Все любят Поют И всегда По-моему Всех Слышишь Или Из машины Или из дома И мы Напеваем С вами Леди Геннадьевна Спасибо Что пришли На этой красивой ноте Мы Закончим Наш разговор Спасибо Спасибо